Эти кадры неудавшихся прыжков на батуте со стороны зрителей вызывают скорее смех. На самом деле за нелепыми падениями достаточно часто скрываются серьезные травмы. Из-за неумения человека правильно группироваться, он может серьезно травмировать руки, ноги и самое страшное – позвоночник. Особенно это касается детей дошкольного и младшего школьного возраста, потому что у них еще не сформированы чувства опасности, и они в процессе игры не обращают внимания на элементарные вещи. Травма происходит, как правило, по неосторожности. То есть, в принципе, тут несколько факторов влияющих. Первый фактор – это неготовность оборудования, может быть, в какой-то степени в некоторых моментах. Вторая – это недооценка степени опасности ребенком и родителями. То есть есть дети, скажем так, подвижные, с таким холерическим темпераментом, которые стараются какие-то сделать пироэты, сальто, более активные, толкают других детей и так далее. То есть вот такие дети, как правило, являются и потом, в общем-то, пострадавшими на этом батуте, либо причиной травмирования других детей. Медики констатируют, травмы после таких экспериментов весьма серьезные. Причем это не только переломы и вывихи. Крайней точкой невозврата, к сожалению, может стать повреждение позвоночника. Если детей слишком много, естественно, там амплитуда движения во время прыжка достаточно большая. Есть возможность получить как черепно-мозговую травму. То есть дети могут удариться головами друг об друга, могут головой об элементы оборудования удариться, которые хоть и защищены, но тем не менее все равно может произойти травма. Ну и также у детей существует такой вид травмы, как компрессионный перелом позвоночника. Значит, суть этой травмы сводится к тому, что в процессе падения ребенок чрезмерно сгибает или разгибает позвоночник. И в результате этого происходит компрессия, сминание позвонков, находящихся по соседству, и что чревато потом длительным периодом лечения. Если ребенок активен и такого рода прыжки доставляют ему особое удовольствие, то лучше, чтобы развлечение было полезным и безопасным. А это реально только в спортивной секции под руководством опытного наставника. Например, в детско-юношеской спортивной школе номер 6. Малыши сюда приходят с 6 лет и больше года учатся делать отдельные элементы на ровной поверхности, прежде чем начинают тренировки на батуте. Конечно, есть подводящие упражнения. Чтобы научиться сальто, надо научиться кувыркам, научиться элементарным прыжкам на батуте в сет, на спину, на живот, три четверти на спину, через голову. Потом только сальто делается. Сразу сальто не обучается в любом случае. Есть страховки, лонжа, маты, поролоновые, страховочные. Вот это все используется для обучения прыжков. Каждый элемент здесь откачивается отдельно. Ребенок учится правильно группироваться, поэтому занятия ему приносят только удовольствие. Даже если они проходят 5 дней в неделю. Я любил очень от таких батуток прыгать. Я увидел у моего друга, он занимался батутами, я тоже захотел. Я пошел на эту секцию, и мне там очень понравилось. Поделись, наверное, мечтой своей, как спортсмена. Есть ли какие-то желания на будущее? Я хочу научиться делать три вперед. Что выбрать для ребенка, решает в первую очередь родитель. Детская гиперактивность может быть реализована в очень смелых и интересных профессиональных направлениях, за что когда-нибудь будущий чемпион скажет вам спасибо.